Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я» и с вами я, актер Владимир Емненко. Дорогие друзья, вы знаете, что вы на самом веселом канале, поэтому не забывайте делиться нашим контентом со своими друзьями, родственниками, знакомыми, соседями. Пусть у них тоже будет немножечко веселье. Дорогие друзья, и вы, конечно же, не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик для того, чтобы мы виделись с вами каждый день. Ну и, соответственно, конечно же, писать комментарии, потому как у нас конкурс на лучшие комментарии, и победитель получает приз. Ну, а мы начинаем. Встречаются две подруги, одна грустная такая, другая к ней обращается и говорит, что случилось, Тамара? Говорит, а что случилось? Коля ушел. Говорит, как? Ну, так. Не понял. Муж ушел? Говорит, да. Ушел. С работы меня уволили по сокращению штата. Дети уехали за границу учиться. Осталась сама без денег, без работы, без любимого человека. И вот вчера ночью, ты знаешь, иду домой, и вдруг из-за угла мужская рука хватает меня и затягивает в подворотню. Я говорю, что? Что, мужчина, трахать меня будешь? А он, а он, сука, говорит, а ты за меня проголосуешь? О, великий Волька, за 100 миллионов лет я ни разу не видел такого. Это зрелище, которое поразило меня за все это время. Я не видел этого даже у великого хана Ибн Фазия. Что это, Волька? Да это порнуха, Хаттабыч. Серега, слышишь, а Вовщик он что, боксер? А что ты взял? Ну, у него нос такой расплюснутый. Да нет, он работает моющиком окон в публичном доме. Колдунья Вуду, тканув спицей в кучу мусора, уничтожила отряд полиции. Привратник подходит к хозяину и говорит, капитан, сегодня придет настройщик пианино для вашей дочери. Я вас прошу, пожалуйста, выражайтесь культурнее. Он все-таки интеллигентный человек. Ну что ж, понятно. Тысяча скрипичных ключей, и на туфа мне в ухо. У меня есть приятель, уже в возрасте, зовут его Слава. И день рождения у него 1 мая. И он говорит, когда я был маленький, и видел эти парады в честь 1 мая, с транспарантами, лозунгами, говорит, я все думал это в честь меня. И на каждом транспаранте написано Слава. Молодой человек, как вам не стыдно водить собаку без намордника? Ой, вы простите уже, старая она. Ходить в намордники, вот это, понимаете, болеет она очень. Хоть, пусть хоть порадуется чуть-чуть, а? А чем она болеет? Бешенством. Наконец-то, наконец-то объединились два общества. Общество анонимных алкоголиков и общество некрасивых девушек. Теперь всем все нравится. Дорогие друзья, многие конфликтные ситуации люди создают сами. Сами. Строят себе баррикады, а потом с криками «Ура!» эти баррикады преодолевают. И знаете, вот одна из таких конфликтных ситуаций, когда люди начинают проверять свою память. Один говорит, я помню, было так. А другой говорит, да нет, было иначе. Поэтому, дабы разрешить этот спор, давайте окунемся в прошлое. Поехали. Мам, мама, она кусается. О, Сима, я тебе говорила, не женись. Из последних новостей. Победителя конкурса под каблучник года на награждение не пустила жена. Фима, вы слышали эту антисемитскую новость? Какую? Они назвали причину, почему на Марсе нет воды. Что вы говорите? Опять мы? Друзья, рыба плодотворно влияет на кору головного мозга. Поэтому придуркам этих надо иногда давать леща. Израильские археологи вели раскопки. И вдруг у горы Синай они нашли скрижаль с одиннадцатой заповедью. Да, там так и написано. Не спорь с мамой. Друзья, я понял. Нельзя всем дать все. Потому что всего мало, а всех много. Ой, Розочка, здравствуйте. А что это на вас такое? Ой, это шуба. Из монгольской шиншилы. Ой, боже мой. А что она какая-то такая никудышная? Никудышная? А вы были в Монголии? Нет. А она была. На рынке Фима со своей Розой ходит, покупает домой продукты. И вдруг мимо проходит шикарная блондинка. Фима с открытым ртом провел блондинку взглядом. Это замечает его жена и говорит. Фима. В тот раз на нее поворачивается. Она говорит. Ну, и стоила она того, что я тебе устрою дома. А? Вот смотрите. При строительстве дома всегда, постоянно строят отдельную комнату для женщин. Она там может веселиться, делать все, что хочет. Хочет борщ варить, хочет посуду мыть. А у мужчины со своей комнатой тяжелее. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Любимый. Ты же обещал сходить в кино. Любимый обещал. Любимый сходил. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Девочка подбегает к папе и говорит. Папа, папа. Давай уедем с этого дома. Говорит. Доченька. Прекрасный дом. А что ты хочешь отсюда уехать? Мне служанка сказала, что в этом доме водятся призраки. Папа говорит. Так, доченька, собираемся, немедленно уезжаем. Говорит. Папа, а что ты так быстро? Говорит. У нас нет никакой служанки. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. Но вы самое главное, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы мы встретились с вами завтра и послезавтра и так далее. Ну и, конечно же, делитесь нашим контентом со своими друзьями, родственниками, близкими, соседями, знакомыми и так далее. Пусть они тоже будут в хорошем настроении. На сегодня, пожалуй, все. А, да, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Вас ждут призы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова